Здравствуйте, друзья! Анна Щербакова, 18-летняя российская фигуристка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, поделилась своими планами на ближайшее будущее, а также рассказала о возможном окончании профессиональной карьеры. Олимпийская чемпионка на вопрос о том, собирается ли она завершать спортивную карьеру, ответила, что на данный момент у нее мысли только об отдыхе после такого сложного и яркого сезона. Пока не только у меня, в целом есть ощущение сумбора. Дальше буду смотреть по следующему сезону, рассказала Щербакова в интервью AirSport. Со слов Анны, продолжительность сумбора напрямую повлияет на ее решение о продолжении профессиональной карьеры. Щербакова нынешний сезон определенно может занести себе в актив, как, собственно, и два до этого. За три сезона на взрослом уровне фигуристка стала олимпийской чемпионкой, выиграла чемпионат мира, дважды чемпионат России, а также два раза поднималась на вторую ступень педестала на чемпионатах Европы. И это без учета побед и призовых мест на этапах Кубка России и серии Гран-при. По сути, Анна выиграла практически все значимые турниры. И делала она это больше не благодаря чему-то, а вопреки. Победа на прошлогоднем чемпионате России на фоне болезни и при невероятных прокатах соперниц. Второе место на предолимпийском чемпионате Европы при беспрецедентном давлении со стороны критиков, требовавших послать на игры Дуктамышеву. И в конце концов победа на главном старте четырехлетия после рекордных пяти четверных Александра Трусовой. На протяжении карьеры Анна показывает свои лучшие прокаты в самые сложные моменты, доказывая раз за разом, что в первую очередь она боец. Сейчас же после физически и эмоционально сложного сезона международная карьера Щербакова приостанавливается, как собственно и у всех российских спортсменов. А это значит, что останутся лишь внутреннероссийские соревнования. Для олимпийской чемпионки это не просто шаг назад, а это потеря самого главного – мотивации. Ведь ценность турниров заключается не только в составе участников в России уровень женского фигурного катания на голову выше, чем в остальных, но и в их уникальности. Одно дело победить, например, на раз в год проходящем чемпионате мира, а другое – на различных национальных турнирах, коих за год переваливает за десяток. Поэтому сомнения Анны вполне легко объяснимы. Дело не в том, что она опасается спада формы из-за возраста и возрастающей конкуренции. Сейчас, спустя месяц после завершения Олимпиады на Кубке Первого канала, Щербакова обошла в произвольном программе в Валееву, что прекрасно показывает нынешний уровень Анны. А вот отсутствие международных турниров – совсем другое дело. Летом состоится заседание ИСУ, где основной темой обсуждения станет предложение великой фигурно-катательной державы Норвегии повысить возрастной ценз у женщин. Одним из главных доводов сторонников повышения является непродолжительность карьер фигуристок. И вероятность завершения карьеры действующей олимпийской чемпионки наверняка вспомнит. И никого не будет волновать тот факт, что именно решение ИСУ о дисквалификации россиян заставляет сильнейшую фигуристку мира задуматься о завершении карьеры. Нет, я уверена, что случаи Щербакова будут проводить именно как пример короткой карьеры из-за низкого возрастного ценза в женском фигурном катании. К сожалению, справедливость и адекватность в нынешнее время – немодные понятия.